Плавание, езда на велосипеде и бег. В минувшие выходные на озере Чебачье прошел традиционный триатлон. На старт вышли больше 60 человек, как жители Магнитогорска, так и соседних регионов. На масштабном старте побывал Иван Маслов. До старта триатлона остаются считанные минуты. Спортсменам необходимо проплыть, пробежать и проехать больше 20 километров. Начало здесь, на озере Чебачье. Мы поменяли немного плавательную трассу, значит, с тем, чтобы участники слишком далеко от берега не уплывали, сделали ее в виде треугольника. И зрителям поинтереснее смотреть, и чувство безопасности больше у спортсменов. В целом, традиционная наша трасса, мы проводим уже седьмой год. Спринт-триатлон, трасса спринт-триатлона, по сути, самая короткая трасса из возможных в триатлоне. Поэтому два часа разнообразной нагрузки, я думаю, под силой на любому здоровому тренированному человеку. Я первый раз в жизни сбиваешься немножко, один рядышком буйок, а потом где-то вдали. А вообще плаванием давно занимаетесь, что так всех вот обошли? Ну, да, плаванием лет десять, так, любительски. Как трассу оцениваете? Ой, ништяк, вода теплая, просто изумительно. Главное, чтобы здоровье сейчас не подвело и дойти к трассу до конца. Контактные гонки тяжело толкаются друг с другом, мешаем друг другу. В общем, силы на это много тоже тратишь, чтобы потолкаться. Еще и в воде надо держаться. Что ждешь, Атон, на велосипеде? Вот здесь, думаю, отыграть на велосипеде попроще. Хорошая сложная дистанция, но, к сожалению, много острых камней. Пробил колесо. В следующий раз, наверное, повезет. Будем надеяться, будет лучший результат. Ну как, силы остались еще? Платят, хватит еще сил. Триатон вышел на финишную прямую. Спортсменам необходимо преодолеть 5-километровый этап. Силы практически на исходе, но спортивный азарт все еще есть. Так ли? Да, так. Давай, третий в абсолюте! Солны, слава! Тем временем победитель триатлона уже известен. Первым финишную черту пересек Салават Валеев. Салават, скажите, какая у вас была тактика? Тактика была выплыть в головке, то есть в первых рядах. На велоэтапе постараться вырваться в лидеры, а беговой этап уже удержать выбранные, занятые позиции. Первый раз я участвовал где-то три года назад здесь, да. Тогда я тоже шел лидером, но на велоэтапе не туда уехал. И да, в итоге я потом финишировал чуть ли там не последним. И был перерыв вот несколько лет, потому что я участвовал уже в таких довольно крупных соревнованиях, типа айронмен, там полуайронмен. И вот сейчас, получается, с паузой в этом году никуда не поехал и приехал сюда. Что ж, увидимся в следующем году. Иван Маслов, Егор Суханов, информационная служба, медиагруппы «Знак». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!